иди, Бася, иди, Габусь иди, тихо, тихо да сейчас, складно сейчас, так мы идем гулять так, нет бешеная собака, ты бешеная собака Габуся, нет, нет, нет не убивай, все, тихо, так Габи, ко мне, вкусняшку хочешь? вкусняшку будешь? давай ты здесь? ты здесь? мы сейчас выходим из дома идем гулять с Габи сегодня хорошая погода Габи уже одета и пойдем вам покажем кое-что, что у нас появилось сегодня у нас уже такая солнечная погода уже весна наступила Габи обожает гулять когда солнце так светит а когда идет дождь или холодно она вообще не хочет выходить на улицу Габусь, пойдем побежали к Андрею побежали, побежали, побежали мы арендовали парковочное место в соседнем доме и Габи первый раз в этом подъезде в этом доме ей очень нравится и первый раз ей очень нравится носятся очень довольны сейчас мы ей будем показывать машину вот она, наша птичка Габусь 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 отсюда стоит никуда не тихося это Рено Клео Габусь покажем Андрей хочет взять инструкцию от машины почитать дома нам еще надо сделать страховку зарегистрировать машину в общем еще с ней дел куча поэтому она пока стоит тут в гараже ты хочешь кушать? кушать хочешь? ну пойдем кушать с тобой? пойдем? ну пойдем ты будешь кушать, да? ты будешь кушать? ну пойдем за миской твоей, быстрее сейчас она садится где она тут будет нас ждать и ждет свою еду аккуратно идем кушать? идем кушать? идем кушать? пойдем 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 так идем кушать как все пойдем я сегодня мы поедем на болото вот у нас еще небольшой бардак в доме я могу вам показать скоро скоро вы узнаете почему так все хотя насколько скоро я не уверен но кстати уже не такой бардак потому что мы уже много вещей продали которые нам да ты все правильно делаешь вот наш пёс барбос иди проверяй что он так делать идите 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 так тут еще у нас вещи вот короче все узнаете скоро все узнаете сейчас мы едем на болото вместе с габусьем габи поедет первый раз на машине посмотрим как он будет совести надеюсь хорошо себе вести дела будь мы наконец-то собрались и идем в машине габи очень любит ходить в гараж где стоит наша машина но ни разу она не ездила еще на ней это будет ее первое путешествие ну и наше такое более долгое путешествие первое 30 метров а сколько было километров от 3 место тоже так же от того места где мы убрали машину итак пока мы едем я вам хочу быстренько рассказать что же имел ввиду андрей когда показывал нашу квартиру с разбросанными вещами почему он сказал что некоторые вещи уже проданы а все дело в том что мы планировали переезжать в какой-то более маленький город потому что подумали что нам так будет выгодно финансово жить в каком-то более маленьком городе снимать за меньшую сумму квартиру так как мы работаем удаленно в принципе мы не привязаны к варшаве но поездив по маленьким городам а именно мы ездили в радом и в лодь мы поняли что все таки хотим остаться в варшаве потому что нам она больше нравится мы уже доехали здесь вот такой бесплатный паркинг вдоль дороги но есть там и платный на котором они поехали тут было место мы в принципе хорошо припарковались габуса немного запарилась дороги комплата ты так сказал сказал там парковку ну если они зазывают туда там стоят люди и зазывают то скорее всего он платно такая узкая дорога для машин поэтому сложно разъехаться давайте куда-нибудь в сторонку отойдем на коротком полке бабуси собачек много встав тут уже какие-то болота начинаются там интересно до какого момента можно ехать на машине какой-нибудь шок балл наверно будет начинаются уже такие деревянные дорожки они наверно будут идти прямо через болото да между болотом есть еще какая-то смотровая такая вышка я думаю пойдем сначала туда потом еще зайдем на эту вышку смотровую как хорошо что я обувь подобрала идеально Андрей настоял на том чтобы мы гайби сняли с поводка и чтобы она тут побегала мне конечно немного тревожно потому что мы ее вообще не спускаем то что она не очень хорошо знают команды например ко мне но она очень хорошо реагирует на вкусняшки и поэтому она бежит на них надеюсь у нас нею какое болото не забежит и надеюсь что никакой лось не выйдет из этого леса ну вообще воспитанная дрессированная собака габусь далеко нельзя так вернулись мы к этой смотровой площадке сейчас будем подниматься и смотреть свысока на обогно целование надеюсь габусь осилит все эти ступеньки ей видимо страшно что там видно землю этих промежутках идем габусь идем все таки габи будет на руках на лифте подниматься кстати даже тут можно припарковаться но это прям далеко не заехали и видимо еще и дальше можно проехать написано что на этой смотровой площадке может находиться не более 10 человек габусь а как тебе вид мы вышли на другую тропу я так понимаю это основная тропа а там было короче чем это и вот такие тут болото некоторые люди приезжают кстати с биноклями и пытаются найти каких-то птиц животных здесь но пока что мы видели только ящерицу вот такие тут вы того как бы торфяная земля да такая вот она черная и очень мягкая наступая на нее немножко проваливаешься мы решили прочитать что же такое торф то что здесь торфяная земля на этом масса образовавшаяся из перегнивших остатков болотных растений вот так вот такая вот гниль болотная она еще применяется как горючая полезная ископаемая ого габусь как тебе говорится по торфяной земле просто перегнившие растения перегной пойдемте пойдемте вот эта табличка на какой-то такой насыпь песчаная и она к это очень странная консистенция болотно вот она как-то так шатается как будто это не земля как будто она какая-то пластилиновая фух чуть не провалилась все мы наверное теперь идем к машине потому что в принципе тут особо делать нечего здесь классно просто погулять подышать свежим воздухом послушать пение птиц посмотреть на природу очевидный минус этого места за то что тут нет туалета нигде ну может он где-то и есть но мы не нашли его не знаю а 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 Андрей не в шортах, думала в шортах, но в целом и в шортах было бы уже комфортно, тепло. Сейчас, наверное, градусов 24, наверное, да, где-то? Да. Здесь, кстати, такие необычные зеркала, что когда начинаешь на них смотреть, появляется какая-то реклама, картинки. Вот, например, вот как-то так. Я такого не видела еще. А тут не появляется. Выбрали мы тут что? Вот такой зеста с бургерами, соусы и бокс с курицей и картошкой. И это все выше у нас 100 злоток. Так, ну вот так вот все это вымотит. Это крылышки, картошка, бургеры. Музыка здесь, конечно, очень громко играет, и это немного напряжно. Ну да ладно. Андрей пошел наливать нам там колу. Здесь Далевка, так же как Бургер Кинги и Киевси. Поверни бургер. Ну вот. Допустим, мы уже попались. Ну, пойдет, пойдет. Если идти туда за крылышками, то не надо. За крылышками лучше идти в Киевси, а бургеры куриные были неплохие. И картошка. Бургеры, Андрей говорит, самые лучшие, куриные там. Ну, а ты куда-то пробовал лучше. Ну, если выбирать, то я абсолютно пошла больше, лучше бы в Киевси, потому что я больше люблю крылья, чем бургера. А я тебе говорил, что тут вкусный бургер. Ну вот, да. Попробовали. Ну, да, крылья такое себе. Мы, получается, пришли на четверть финала. Сегодня 9 апреля. А, 21.00 начинается. У нас было написано 20.45 на билетах. Да, в кинотеатре Хеллиос. Потом это первый матч, потом второй матч. Потом эти, кто из них выиграет, проходят полуфинал. Опять играют, еще и потом финал. 1.00 июня финал. Ну ладно, пойдем покупать попкорн и заходить в зал. Потом еще долго. Да? Почувствуешь, что необычную ульгу, может, даже не радость, а ульгу по звичайству. Так, как у его отчетовки, в своих наших условиях. Людей, кстати, достаточно много. Полный зал. Да, полный зал, сейчас перерыв. Мы уже вышли с матча. Андрей, поделись впечатления. Мне все понравилось. Я бывал на стадионах, в кинотеатре первый раз смотрел футбол. Все закорали, визжали. Да, и типа ощущения такие же, как будто ты на стадионе. Но чувствуешь себя намного в комфорте, потому что ты сидишь на хорошем сиденье. Удобно. Да, атмосфера прикольная. И как бы температура ни холодно, ни жарко, все идеально. Вот что на стадионе не всегда может быть. На нулевом этаже паркинга Blue City. 2 часа бесплатной стоянки. И следующий каждый час по 5 злоток, да, кажется? Да. Вот, здесь очень удобно сделано. Красненькие огоньки горят там, где машина стоит. Там, где занятые места. Зеленые, там, где... Он двигает везде так, но я вот не знала этого. Ну да, мы не ездили за машину, и вот, спустя неделю мы снова на этом же месте. Мы приехали в Blue City и снова на футбол. Снова машину выиграл. И снова я первый раз выиграла билеты нам на футбол в кинотеатре просмотр. И второй раз сегодня играет кто? Пассажир Барселона. Не хвастайся. Куда же без перекуса в Макдональдсе? Берет кино. Салфетки спиртовые. Приехали мы на каркинг сегодня. Мы здесь уже второй раз, но первый раз мы не катались. Мы опаздываем, да, но ничего страшного. Здесь мы уже второй раз. Первый раз мы приезжали, не катались, а пользовались только там здесь такие автоматы, где... Как называются эти автоматы, на которых мы ездили? Автосимуляторы. Автосимуляторы. А сейчас мы планируем именно покататься на самом картинге. Так, мы уже зарегистрировались, оставляем тут в шкафчиках все наши вещи. Купили балаклаву, они обязательные, и карточки нам выделили. Мы уже покатались, и вот наши результаты. Надеюсь, видно. Мы ездили на вот этом торе вдвоем с Андреем. Ну что, мы вышли уже с картинга, делимся впечатлениями. Можно я первую скажу? Короче, мне все понравилось, очень круто. Я сначала ехал, прочувствовал, короче, ну первый раз. Прочувствовал картинг, прочувствовал трассу, газ, тормоз, как это все работает. И потом уже в конце я просто гнал, как сумасшедший, резко тормозил, резко захотел по вороту, мне все понравилось. Но тяжело руль поворачивать, потому что, естественно... Очень тяжело, очень жестко. Естественно, там нету ничего, типа, никакой, как это называется, помощи, типа. Ты как бы сам колес как бы крутишь, да, усилителем руля. Теперь твоя отчасти. Мне, ну в целом, мне понравилось, но я думаю, что мне вот этой поездки хватит на всю жизнь уже. Да нет, еще поедем. Ну, наверное, я бы уже не поехала. Во-первых, очень тяжело, что у меня теперь болят все руки, очень жестко все это поворачивается. Я боялась разгоняться на какую-то скорость. Я сначала попыталась, но поняла, что я разгоняюсь, и мне очень сложно прокручивать, чтобы повернуть. Перед тем, как заходить на этот тор, нам рассказали там все правила, какой флажок что обозначает. И тут мы едем, и он поднимает синий флаг, и я не помню, что это значит. И я начинаю так уже так попоглядывать, искать Андрея глазами. Думаю, Андрей может... А Андрей сзади едет, его пропустить надо. А этот флаг обозначал, что нужно мне пропустить Андрея, потому что он как бы быстрее едет, я медленнее. Да, я маршрут три раза обогнал. Не мешать, да. Вот, ну, что-то еще хотела сказать. Не помню. Ну, в общем, не знаю. Вот так вот. А то, что ты ехала на тормозе и газе, просто Маша боялась. А, ну то, что я еще ехала... Я такую тактику для себя нашла, что я одновременно давила и тормоз, и газ, и газовала тем, что чуть-чуть приспускала ногу с газа, ой, с тормоза. Я ехала, и уже думала, когда же время закончится. Это 8 минут, да, это длилось? Да. 8 минут. А я думала, блин, закончилось. Ну, как будто полчаса, и я понимаю, что у меня уже руки просто не поворачивают этот руль. Я уже не могу, я еще не знала, могу ли я просто остановиться и стоять. Нет. Ну, так и поняла, что, да, вы дисквалифицируете. Я так и поняла, потому что у меня сил уже не было, я просто из последних сил вот руками этот руль поворачиваю. И когда я увидела флажок финиш, у меня еще немножко отлегло, я думала, наконец-то, потому что у меня уже вообще прям забились руки ужасно. Я очень рада. Нет, ну я тоже рада, но... Типа, во-первых, ну, мне очень прям понравилось, типа, я бы хотел вообще постоянно ходить. Правда, это дорого. Ну, вот по цене... На данный момент 200 злотых, но это мы купили... Балакланы, я там показала. Так, наши приключения на картинге не остановились, потом, когда поехали, мы, точнее, я увидел то, что лампочка загорелась, то, что у нас, типа, пробита шина, либо мало давления. Я буквально вчера менял резину, переобувался с зимней на летнюю. Что может быть, непонятно. Вообще, я ехал, думал, что, может, реально мы пробили колесо, но потом я понял, что навряд ли, потому что я бы это чувствовал. Мы поехали в тот автосервис со стрессом, потому что мы не понимали, у нас пробито колесо или нет. Но я думал, что нет, потому что нам бы об этом сообщили доброжелательные люди в Варшаве, которые тоже ездят на своих машинах. Ну вот, я как бы ехал, смотрел на реакцию людей, типа, реакция людей была, типа, все окей. Типа, никто не обращал внимания на то, что у нас, типа, спущенное колесо. Приехали в автосервис, и нам сказали, что, типа, не волнуйтесь, все окей, эта лампочка может высвечиваться. Сейчас мы проверим ваше давление в шинах. Короче, все проверили, все хорошо, и он сказал, что эта лампочка может высвечиваться просто потому, что, типа, поменяли шины. Где-то датчик этот задели, он повредился, и надо сбросить настройки, либо оно само пройдет. Ну, какие-то такие ощущения, типа, странные, потому что мы ехали, стрессовали обратно по дороге домой, но картинка мне прям понравилась. Будем разбираться, что с машиной, я думаю, все окей, либо оно само пройдет, либо мы поедем в автосервис какой-нибудь, и нам сами эти настройки сбросят там. Вообще, я хотел поехать в автосервис, и проверить там машину, масло, и так далее. Теперь точно надо ехать. Так, внимание. О, моргание. Кобусе у нас встретила. Внимание. Картинка Мария, которой ничего не понравилось. Нет, мне понравилось. Еще раз, блядь? Больше не хочу. Очень понравилось, человек. Очень блядь. Кобусе моя, бусе моя. Ты соскучилась, ты соскучилась, да? Пару слов. Есть хочу. Ну, картинг. Да, картинг уже проехали. Короче, все, мы устали, стресс. Сейчас будем есть. Всем привет. А мы тут приехали по делам. Андрей пошел там помогать. А Габусь, а вот тут высматривает его, сидит. Не хочет у нас Габи ездить сзади в машине. Почему-то хочет только впереди. Видимо, боится одна там сидеть и ездит в ногах. Ну, или на сиденье, а на руках. Стою на аварийке. Здесь, конечно, не особо можно стоять. Но на аварийке, в принципе, можно. Габусь, ты высматриваешь Андрея? Габусик. А эти видео я снимала именно тогда, когда мы решили поездить по другим городам в поисках новой квартиры. Но, как я уже рассказывала ранее, в итоге мы остались в Варшаве, так как нам не понравились ни города другие, ни квартиры, которые оказались дороже, чем та, в которой мы сейчас живем в Варшаве. Приехали мы смотреть тут одну квартиру в Радоме. Ждем хозяйку. На улице прохладно. И мы даже с Габусей решили погреться в машине посидеть. Габусю хлебом не кормить, дай в машине посидеть. Она любитель. Погуляли мы немного по торговому центру, мануфактура, пришли в машину. Обратно за рулем поедет Андрей. Взяли Бургер Кинг, сейчас поедим и поедем. На улице, кстати, достаточно прохладно. И уже пора ужинать нам. Все, отправляемся в путь скоро. Сейчас мы довольны этим решением, что мы остались в Варшаве. Ну и все-таки взвесив все за и против, подумали, что так нам будет лучше, по крайней мере на данный момент. В будущем, возможно, мы поменяем город, возможно, даже страну. Но насчет этого нужно еще подумать. Солнце оттяни мой путь. В паутина не вернусь. Открывай.